Большое спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Я очень ценю. Я хочу поблагодарить американский народ за их поддержку. Миллионы людей по всей стране. Есть группа людей, которые хотят лишить всех остальных права голоса. Это очень грустно. Я хочу поблагодарить первую леди и вице-президента за их поддержку. И мы готовимся к большому празднику. Мы выиграли везде, мы выиграли все. И сегодняшние результаты, они просто феноменальны. И мы готовимся, действительно, мы готовимся. Все должны выходить и праздновать. Такое прекрасное голосование, такой чудесный успех. Граждане этой страны показали рекордные показатели явки на выборах. Удивительное движение. Мы выиграли в тех штатах, где мы даже не ожидали этого. И мы выиграли с большим отрывом. Мы выиграли в штате Огайо. Мы выиграли в Техасе. Мы выиграли в Техасе с огромным отрывом. И они даже не включили в подсчет. Мы выиграли в Джорджии. Мы их опередили на 17 тысяч голосов. Очевидно, что они уже не догонят нас. Мы выиграли в Северной Каролине. Мы на 1,4% больше получили голосов. Они нас не догонят. И в Аризоне кто-то сказал, что это была не победа. Но действительно, мы получили там много голосов. Они, конечно, могут говорить о том, что это территория Трампа. И вы можете об этом говорить. Но все может поменяться. И джентльмен, за которым я сегодня наблюдал, сказал, что возможно, он сможет нас догнать, имея в виду меня. Но не нужно о нас такого говорить, потому что мы добьемся, есть хорошая возможность для этого. Мы видели ситуации, когда разрыв сокращался благодаря небольшим цифрам. Но самое важное, что мы выиграли в Пенсильвании с огромным отрывом. Только подумайте, только представьте себе. Мы на 690 тысяч голосов опережаем их. Это нельзя сказать, что это маленькая цифра. Что ты небольшой перевез. 64% голосования. Им невозможно нас догнать. Нам удалось заполучить новые голоса в новых районах Пенсильвании. И когда я увидел цифры из Мичигана, я очень удивился. Ого, так много. Мы практически получили больше, чем на 390 тысяч голосов. И в Висконсине мы тоже победили. Если добавить к этому Техас, который не был пока что добавлен, я общался с губернатором Техаса, удивительным человеком, и он поздравил меня с победой в Техасе. То есть он меня уже поздравляет, но пока что он еще не добавлен к подсчетам. И он спросил, что происходит? Я никогда такого не видел. И позвольте я вам скажу. Мы выиграли со 170 тысячами голосов. И особенно эти три штата, если взять все остальные, у нас такой прекрасный день, такой прекрасный вечер. И если мы посмотрим на тот разрыв, который мы имеем, мы не то, что 10 голосами выигрываем, внезапно оказывается, что приходят сообщения о том, что «О, какие большие цифры!» Потому что знаете, что случилось? Они знали, что они не смогут победить. Поэтому они сказали, «Давайте отправимся в суд!» Я же говорил об этом. С самого первого дня, когда я услышал о том, что они начнут рассылать бюллетени по почте, я это сказал. Потому что он знал, что он не победит. И тогда он отправится в суд. Флорида стала для нас удивительной победой. Техас, как я уже упомянул. Огайо. Подумайте об этом. Огайо. Удивительный штат. Я обожаю Огайо. Почти что 500 тысяч голосов. Северная Каролина. Тоже отличная победа. И там мы победили с перевесом 76 тысяч голосов. И внезапно все остановилось. Все прекратилось. Это обман. Это обман американской общественности. Это позор нашей страны. Мы готовились к тому, что мы выиграем эти выборы. И, честно говоря, мы выиграли эти выборы. И сейчас наша цель добиться честности на благо нашей нации. Это очень важный момент. Очень важный момент для нашего государства. Поэтому мы отправимся в Верховный суд США. мы не хотим, чтобы они стали внезапно находить какие-то бюллетени в 4 утра, и потом добавлять их в свои списки. Это было бы очень грустно. Для меня это очень печально. Мы выиграем эти выборы. И, что я могу сказать, мы уже выиграли эти выборы. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Я хочу поблагодарить всех тех, кто нас поддерживал, всех людей, кто с нами работал, господина вице-президента. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!